Им восхищались и ненавидели самые провокационные картины Ройтбурда. Александр Ройтбурд, умерший 8 августа в возрасте 59 лет, был ярким представителем Южноукраинской художественной школы, а также постмодернизма. За последние годы он восстановил Одесский художественный музей, директором которого являлся. Какими самыми яркими работами запомнился художник, которого любили и в то же время ненавидели, называя порнографом, который рисует картины дерьмом. Читайте ниже в нашем материале. Его работы называли «фекально-генитальной живописью». Он был провокатором-скандалистом, думал резко, говорил прямо, в том числе и через свои работы. Ниже смотрите работы гения-провокатора, жизнь которого оборвалась так рано. Кубистический пейзаж с церковью. Ленин. Мао-Дзёдун. Причувствие гибридной войны. Портрет дамы в белом. Отметим, что в Министерстве культуры уже заявили о планах создания нового музея современного искусства. Именно об этом мечтал Ройдбурд, возглавивший Одесский художественный музей 19 марта 2018. Александру Анатольевичу музей достался в аварийном состоянии. С потолка в залах текла вода, на полу стояли ведра, а экспозиция не обновлялась с 1987 года. Сейчас в здании свежий ремонт, новые крыши и освещение. На третьем этаже ох сразу семь залов С. Картинами от 1920 до 2020. Команда музея регулярно обновляла фонд, покупая картины современных художников, в том числе и на доход Ройдбурда, который он получал, став депутатом областного совета. Напомним, что о смерти художника стало известно в воскресенье 8 августа. В последние годы он боролся с онкологией, но несмотря на это усердно работал над своей мечтой – созданием музея современного искусства в Южной Пальмире.